На канале ПС время региональных новостей. В студии Артемий Заварзин. Добрый день. Оперативники ФСБ задержали заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества Михаила Шмырева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Также начато уголовное производство и в отношении знакомого задержанного. Он выступил посредником. Слушание по делу началось сегодня в Ломоносовском суде. По версии следствия, в 2017 году подозреваемый потребовал взятку в 3 миллиона 450 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Шмырев был задержан накануне ночью при получении очередной части требуемой суммы. Действуя вопреки интересной службы, обладая полномочиями принятия решений по реализации имущества, получил при последничестве главатского взятку в сумму 1 миллион рублей, то есть в особо крупном размере. Взамен задержанный гарантировал победу организации в аукционе по продаже нежилого помещения. Ломоносовский суд избрал меру пресечения в отношении Шмырева и его знакомого. Два месяца оба проведут в СИЗО. Уголовный кодекс за получение взятки в особо крупном размере предусматривает наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы. К другим темам в Архангельской области сегодня начинаются последние звонки. Неизменно трогательные и волнующие церемонии прощания со школьными буднями. День проведения линеек устанавливает администрация каждого учебного заведения самостоятельно. В этом году последний звонок прозвонит для более чем пяти с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Напомним, ЕГЭ для них стартует 29 мая. В этот день предстоит сдавать географию и информатику. Что касается учеников девятых классов, то их итоговая аттестация начинается 26 мая. Для 231 девятиклассника Архангельска первый экзамен иностранный язык. В Москве в Совете Федерации продолжаются Дни Архангельской области. Сегодняшний день очень насыщен событиями. Там пройдет день региона, обсудят социально-экономическое положение по морям. Что уже состоялось, узнаем у моей коллеги Алиси Кокиной. Она работает в Совете Федерации. Алися, добрый день. Вам слово. Здравствуйте, Арсений. Буквально в эти минуты начинается час региона в рамках пленарного заседания Совета Федерации. В нем принимают участие сенаторы нашего региона и глава Архангельской области Игорь Орлов. Утром он встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Час Архангельской области это своеобразный итог обширной деловой программы, которая прошла в эти дни в Москве. Представители Архангельской области провели продуктивную работу в профильных комитетах, обсуждались вопросы социального развития региона, его инвестиционный климат и развитие арктических опорных зон. Продолжая свою работу и выступ Архангельской области, здесь представлены на стяжении крупнейших предприятий нашего региона, его историко-культурное и природное богатство. Артемий? Спасибо, моя коллега Олеся Кокина. Работает сегодня в Совете Федерации, где проходят Дни Архангельской области. Ее подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске программы «Автограф дня» в 19.20 на канале ТВ-центр. А мы продолжаем. Полотна нового асфальта на городских дорогах пока не спешат появляться, но вот ямочный ремонт дорог в разгаре. Специалисты генерального подрядчика Аксума проводят работы с использованием рептого асфальта на территории Октябрьского, Ломоноска и Сломбальского округов. Завершены работы на улице Кедрово, на перекрестке с улицы Советская. Готово к заливке асфальта дорожное полотно на проспекте советских космонавтов от улицы Поморской до Воскресенской. Кроме того, ремонт запланирован на проспекте обводный канал от улицы Комсомольская до Гагарина. А сейчас Котлас там прошел ежегодный межрегиональный туристский форум. Он объединил представителей шести муниципальных образований Архангельской области. С 2011 года Коряжма, Велегодский, Котласский, Красноборский и Ленский районы объединены общим брендом «Северная трехречья». Собираться вместе на ежегодном форуме в Котласе для них уже традиция. О чем же говорили на этот раз, знает Алексей Шемякин. На этот раз темой для дискуссий краеведов, музейщиков и философов стал культурно-исторический потенциал водных ресурсов Юго-Востока региона. Человек не пойдет смотреть на то, что ему обыденно, рутина его и так достаточно. Вот нам нужно найти у себя то, чего нет ни у кого. Я как философ не ищу то, что у нас есть. Я указываю направления, в котором искать будут другие. В условиях минимальных объемов пассажирских перевозок развивать туризм сложно, но можно. Нам есть чем привлечь туристов, убедились на форуме. Казалось бы, что общего между берестой и судоходством? Известный мастер Александр Шутихин знает об этом больше других. Однажды ему довелось добираться с Карельских берегов до Соловков на самодельной берестяной лодке. Удивительные экспонаты северного мастера сегодня – украшение выставки береста на века. Это так называемая первобытная лодка. Она сделана с помощью только одного инструмента – ножа. То есть здесь использованы ветки деревьев, елка, ива, сосна. Ну и был эксперимент. Кенозерский национальный парк делал экспедицию. Тоже инициатором являлся я. Пройти кентским волоком с берестяной лодкой. Мы за сутки прошли 18 километров. Заинтересованные в развитии территории Северного Трехречья наметили перспективные направления в части речных экскурсионных маршрутов, обсудили общие интересы при предоставлении туристических услуг. Все это позволит еще больше привлечь гостей в Поморье. За последние пять лет поток туристов из других регионов страны в Архангельскую область вырос на 20%. На нашей территории располагаются уникальные памятники архитектурного зодчества, белокаменной архитектуры, исторические очень интересные места. И вот эта вся наша область считается практически музеем под открытым небом. И обязанность власти, туроператоров, всего туристического сообщества показать это наше богатство, уникальное всему миру. И мы, конечно, к этому стремимся. Сюрпризом для гостей стала речная прогулка к местам раскопок Амалицкого и участие в первом водном празднике Котловская регата. Алексей Шемякин, Елена Кермич, Архангельское городское телевидение. Родиться в Новодвинске, учиться в Норвегии, работать на мировых подиумах и сниматься в Голливуде. Все эти звенья умудрилась связать воедино героиня нашего следующего сюжета Валентина Языкова. Об истории успеха «Золушки из поморья» Алексей Карельский. Совы способны поворачивать голову на 270 градусов. Мужчины тоже. Особенно, когда мимо проходит Валентина Языкова. Профессиональная модель, начинающая актриса. Думаете, это история очередной красотки из глубинки, готовой на все ради гламурной жизни? Ошибаетесь. К софитам и подиумам девушка не стремилась. А вот к учебе и самореализации – да. Гимназию в Новодвинске окончила с золотой медалью. Дальше был ИНИАС ПГУ – основой межкультурной коммуникации в сфере бизнеса и туризма и стремление двигаться дальше. У меня было огромное желание учиться за границей. Мне тогда было 16 лет, я поступила в университет. И в 17 я уже уехала в Норвегию. Родители долго не хотели отпускать дочку, но та проявила упорство. Итак, я поступила в университет Осло, тоже на межкультурную коммуникацию. И в то же время работала в таможне. Потом, окончив магистратуру, мне предложили работу уже менеджером по маркетингу самого большого бизнес-парка в Норвегии. 86 тысяч квадратных метров. Такой же концепт, как и Гугл. Новым коренным переменам жизни Валентины невольно поспособствовал Александр Рыбак. Тот самый, который выиграл для Норвегии Евровиднее. Благодаря певцу, именно эта страна в 2010-м приняла конкурс. Валентину пригласили на него в качестве переводчика, поработать с артистами. И понеслось. Естественно, познакомилась со многими людьми. И одних таких людей пригласил меня уже работать моделью на Мисс Норвегия. Там я уже начала свой модельный бизнес. Меня потом пригласили представлять Россию на топ-модели в Лондоне. Потом я ездила на показ в Доминиканскую республику, в Америку. И в прошлом году я была в Южной Африке на супермодели. При этом Валентина параллельно занималась своими основными проектами в качестве менеджера. В прошлом году судьба вновь вознаградила ее за трудолюбие. Девушку позвал Голливуд. Со мной сконтактировался один из менеджеров из Лос-Анджелеса. Так она читала про меня в различных прессах и посмотрела мои работы. Я так снималась тоже в короткометражных фильмах в Норвегии. Менеджер видел мои работы в Норвегии. И уже меня пригласил на мастер-класс в Лос-Анджелес поработать с профессионалами. Я туда уехала в прошлом году. Была там полтора месяца, училась, работала. В Америке Валентина снялась в двух короткометражках. Затянула так, что девушка и поныне живет в Голливуде. Обучается актерскому мастерству. Как знать, возможно, вскоре она будет ходить по красной ковровой дорожке не только в качестве модели. Нет преград какой-либо цели. Нужно работать, нужно... Ну, работать как лошадь. С утра вставать, каждый день делать программу себе. Просто сделать программу, как добиться этой цели. Да, исследовать ей. И мне кажется, все равно вы добьетесь ее. Валентина признается, актерство и модельный бизнес – это страсть. Как долго она продлится, неизвестно. Так что свою основную профессию – менеджера по маркетингу – девушка не бросает. Логистикой своей жизни она управляет четко. Алексей Карельский, Александр Кузнецов. Архангельское телевидение. Следующий выпуск новостей на канале ПС в 16 часов. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова